Виктория Иванова 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 кадров призывников и хотя мировой автопром конечно он развивался на спонсорские деньги и он был финансово выстроена структура и наверное на сегодняшний день говорить о том что это какие-то финансовые проекты автомобильный спорт наверное не хотя появляются и шоссе на кольцевые трассы и появляется там на уровне федера федерации российской федерации проект формула в сочи на следующий года начну можно сказать что 14 года на следующий год мы получим это формула-1 причем не просто этапа 6 этапов с 14 по 20 год контракт подписан и может быть мы все-таки выйдем на режим общемирового как бы развития автоспорта и соответственно финансовой какой-то структурой похоже как мир сейчас это нет не так тогда у меня вопрос к спортсменам чемпионам россии пока финансово не выгодно но участвовали во многих соревнованиях я имею ввиду с точки зрения количества этапов да и чемпионата и кубка откуда деньги то есть все что зарабатываете тратится туда ну этот год примерно так и прошел при том что затраты относительно скажем других команд не самые высокие были тем не менее основная статья расходов в этом соревнования была цель поставлена достигнут соответственно сейчас можно выдохнуть нести меньше затрат подкопите на следующий год каком статусе возвращается ралли ермак то есть это этап чемпионата этап кубка россии ну опять же по правилам российской автомобильной федерации после такого длительного перерыва мы не можем претендовать на этап чемпионат россии и очень рады вообще что нам дали этап кубка россии именно с пониманием того что на последнем ермаке 2008 году мы ушли прямо на самом пике и ралли ермак был 2008 году признан лучшим этапом чемпионата россии поэтому нам даже пошли навстречу нам дали сразу этап кубка россии надеюсь что мы проведя этот этап на следующий год будем претендовать на этап чемпионата россии и хотелось бы потому что это более высокий статус ну и на урале есть как бы традиции автоспортивные у нас пьянском крае есть спортивные традиции этап чемпионата россии мы можем проводить для тех кто может быть не в курсе григорий пилот елена штурман то есть такая замечательная спортивная пара вот для тех кто опять же не в курсе может не смотрел программа дорожные правила мы с григорием как раз разговаривали о том что выиграв кубок россии вроде как нет смысла к нему возвращаться для пермской трассы для родных соревнований будет сделано исключение безусловно я уже где-то говорил что мой путь ураль начался с ермака по большому счету первый раз ралли я увидел 2004 году ермак впервые состоялся тогда что чем-то недостижимыми это казалось вот и кроме говоря первую спортивную машину начал строить в надежде поехать ермак 2009 который не состоялся но тем не менее толчок был дан и на счету с 2009 года в ралли стал ездить в качестве пилота то есть через четыре года осуществляется мечта попасть на трассу ермака безусловно я очень рад этому событию обязательно поеду но вообще спортсмены реагируют на возрождение ралли ермак очень позитивно то есть очень многие звонят и спрашивают формат гонки какие будут спецучастки даже те кто находится в листе приоритета хотят приехать проехать эту гонку ну скажем так для себя для того что она была когда там очень значимо в чемпионате россии возможно у них есть надежда что это будет этапом чемпионата в следующем году они посмотрят трассу уже сейчас вот но очень положительная реакция именно на название ралли ермак очень часто бывает что едешь на гонку не знаешь что от нее ждать то есть или заранее знаешь едешь там будет колея там будут проблемы с хронометражом здесь нет то есть народ настроен очень позитивно то есть раз сама по себе интересная и качественная скажем так впечатление у людей воспоминания о ралли ермак очень хорошие у всех спортсменов и хотелось бы как раз чтобы поддержать этот же уровень трассы мы на этот сезон мы два спец участка сохранили которые у нас традиционно это белый камень такман и камгэс и один новый спец участок мы планируем запустить так называемый монте-карло тоже интереснее думаю для спортсмена будет интересно и для зрителя будет идти есть вот в общем то что то есть традиционное что у нас было и кто помнит спортсмен ездил и участвовал и будут но что что-то новое хотя дороги вот мы летом занимались очень много смотрели там дороги вообще и летом можно проводить ермак дорожки там хорошие там ну там гористая местность и нет колеи нет песчаных каких-то ну там нет не надо специально готовить эти дороги ну то есть по сути дела по скалам проходит и все-таки есть надежда что не только будет зимний ермак мы возродим его но и будем какие-то принимать летние этапы это очень важно то что летних этапов на урале не так много то есть летом есть и сырловская область трасса который уже все знают то есть она меняется немного но за много лет ее участники выучили и в челябинской области есть гонка летняя на статус чемпионата россии поэтому летних гонок очень не хватает на урале в рамках кубка и чемпионата с удовольствием вы их москва включила в календарь если у мальчиков понятно путь в автоспорт это машинки и и детство как женщина пришла в автоспорт также наверное машинка и детство да потому что я за руль села первый раз пять лет у отца на коленях я хорошо это отчетливо первое воспоминание с детства которые я отчетливо помню дальше были все время машины они начались с нелегального спорта там стритрейсинга с дрэк рейсинга ну и дальше ушли как бы в легальный спорт сначала судейство а затем уже в ралли именно как вид спорта причем в ралли 3 категории нелегальный спорт да все вот этим занимались что развитие было в 2004 пятом году это было наверно во всех городах нашей страны после форсажа да все носились по городу чё смеяться ночью до ночи так и было я думаю что очень многие перешли именно так нет я переехала сюда недавно это было в другом городе но я думаю что в перми было то же самое сейчас нам расскажут было в перми не был в 2004 году я не может и было но я не участвовал григорий трегубов участвовал в то время он мечтал о ермаке уже на отцовской на отцовском каком-то автомобиле около политеха где-то насколько я помню в программе были озвучены эти маршруты не центр города нет я сам нелегальный гонка никогда не участвовал у меня путь в автоспорт совершенно нет если мы хотим про нелегальные гонки поговорить я сейчас пусть не участвовал но лицезрел регулярно это улица леонова которая примыкала к промышленной просто леону ну фактически уже с нагорного если мы спускаемся едем в сторону промышленной и вот от этого т-образного перекрестка леона промышленная просто на посту ночью перекрывалась улиц всех в объезд запускали и вот там был дрэк рейс на мощной машине приезжать было нельзя потому что тормозного пути не хватало и торможение заканчивалось в рельсе хочу заметить гриша это знает в качестве пилота участвовали уже в официальных да я все еще езжу есть такое понятие ралли третьей категории это ралли для всех на обычных машинах там немного другие задачи у пилота и штурмана нежели вот на ралли первой категории коим является ермак вот но очень интересно я все еще езжу на своей машине которые езжу по городу в этих соревнованиях участвую и мы я надеюсь что в приме будем со временем проводить именно ралли третьей категории чем будем привлекать людей затем очень много ли многие переходят с ралли третьей категории в ралли первой категории становятся уже настоящим спортсменом интересно вообще это возможная ситуация что в ближайшие годы и вот как раз о том о чем мы с вами говорили в программе да вот эти нелегальные соревнования привести в некое нормальное законное русло ралли третьей категории это альтернатива да на самом деле для чего там гоняют ну кроме там адреналина это вопрос наличия организаторов всегда найдется некое будем говорить количество людей которые хочет гонять если будут гонки организованы то они будут ездить там на самом деле людям без разницы соответственно официально официально этом в этом наверное какой-то некая фишка не осознавать что оно и не официально не это от отсутствия соревнований и происходило и от возраста посмотрите кто ездит на неофициальных соревнованиях ну возраст и машины люди которые ездят уже хотят получать как минимум разряды за свои какие-то успехи а на неофициальных соревнованиях они никогда не получат этого то есть для получения разрядов нужны определенные условия и первое условие это соревнование должно быть официальным разрешенным поэтому если человек видит себя в автоспорте в каком-либо виде он обязательно приедет на официальные соревнования и затем официальные соревнования это безопасность а на неофициальном но это очень спорный вопрос наличие безопасности да поэтому и ушел с улиц же гонки ушли совсем то есть это прошло два года там 4 5 6 года и затем они прекратились люди нашли альтернативу и я думаю что сейчас даже молодежь она приедет если стартовый взнос адекватен она с удовольствием приедет будь это кольцо будет это ралли 3 категории не знаю там ипадром слалом что угодно им предложим главное предложить ермака не было вы говорите да что было да и ермак это в данном вопросе вообще не показатель он он не избавит как бы от уличных так называемых гонок это уже это вершина туда из первоначального уровня соревнований тему некую как и в любом виде спорта нужна система можно начиная там с любительских и так далее по категории вот лена уже сказала о том что может быть это была и мода определенные определенный период времени когда у людей появились возможности строить хорошие машины хорошие машины до в кавычках покупать хорошие машины ездить на них вроде как негде было сейчас и там и обладая хорошим автомобилем можно спокойно поехать в казань там есть казань ринг и можно на этом автомобиле поучаствовать и понять силы там его возможности потенциально потому что на любых гонках таких которые там ну со старта и по прямой там все весь всего потенциала там хорошего мощного автомобиля его не увидеть вот появилась такая альтернатива кто-то перешел в автомобильный спорт ну вот скажем так категория вазы достаточно бюджетные как бы сам автомобиль появились так называемый класс стандарт в тех же роли поэтому была какая-то может быть мода на другой стороны было не было другую другой какой-то альтернативы вот мне кажется поэтому она сама по себе это причем не там не пермский край это везде такая ситуация и везде практически нелегальные гонки такие ночные гонки что называется они везде закончились а вы только что сказали что человек потом купил мощный какой-то автомобиль может ездить казань нет почему я вот я знаю много любителей автомобилей ну андрей механошин да у которого автомобиль достаточно старый бмв каких-то начала 90-х годов очень такой потенциально хорошо заряжены вот он регулярно выезжает туда причем доезжая туда это хочет перемене гонять да я хочу все подвожу к тому что почему человек съездит в казань да почему ему такого такого трека нет такого трека нет это достаточно дорогое удовольствие и вообще надо понимать что шоссе на кольцевые гонки в нашей там географической территории очень сложно да то есть если нюрнбург ринг работает нюрнбург ринг который по сути дела там ну в такой благоприятной климатической зоне работает всего 9 месяцев он три месяца не работает у нас такого формата трек будет работать может быть там с апреля конца апреля до до сентября то есть ну это экономически неэффективно строить такой объект я не знаю в этом нет смысла есть есть казань и нижний новгород есть смоленск конце концов это нет так можно же ведь проводить в конце концов какие-то грунтовые гонки которые географически очень хороший организатор в чайковском и у нас проходит уже там полноценный чемпионат пирмского края в этом году прошел три этапа люди спокойно нас под но на стандартных автомобилях из пирме из пирмского края из вот там удмуртия рядом до водкинский жест очень очень хорошо ездят и причем география участников то очень сильно сильно расширилась и из челябинска из и к нему то есть люди при уфа башкирия да то есть там как от чайковский то очень такой интересный район у нас и вот хороший есть организатор и на следующий год он собирается проводить три этапа такого очень хорошего уровня скажем так следующем то есть вот мы говорим о том что есть вершина айсберга ермак дает там чтобы прийти посмотреть как это вообще там а как туда прийти вот то что чтобы на ермак да вот можно проехать на своем стандартном автомобиле там на время то есть но по всем правилам которые на ермаке применяются то есть вы едете поте вы участвуете в соревновании проще на машине проще трассы может быть в чем-то чуть менее сложные и ну менее длинные устает меньше и экипаж и автомобиль но при этом вы пользу полностью пользуетесь правилами ралли это действительно хорошая ступенька для тех кто есть люди которые попробовали себя вот на каких-то на льду или на грунте или может быть даже в казань съездили приехал потом поняли не их наши это ралли класс стандарт сейчас убрали из кубка россии то есть в кубок россии на стандартной машине больше поехать нельзя вот они приезжают допустим в чайковский ездят там понимают что это их уже либо сами каркасят машину либо покупают каркашинную машину опять же в чайковском пробуют свои силы если у них есть какое-то продвижение вперед мы их уже видим на этапах кубка россии если кубок россии для них дорог есть чемпионат региона то есть урфо куда там входит определенное количество гонок не такое большое и география ближе это там опять же сверловского область челябинского области перский край сейчас вот и они могут стать чемпионами урфо например а дальше они для себя решают куда они идут потом поэтому сейчас перском крае созданы условия для роста таких спортсменов и как раз вот хотелось бы сказать что двенадцатый года и планы на тринадцатый уже сейчас преддверии нового года можем говорить как раз вот для того чтобы это поддержать а как бы как раз ралли где участвует стандарт это самый массовый и количество этапов на следующий год мы увеличили и в том числе запланированы опять же летный летний этап в районе часового то есть чайковский большесосновский район и чайковский район мы там планируем провести как раз вот этапы чемпионата пермского края где достаточно доступно просто с минимальными требованиями но можно поучаствовать любой желающий может на моей памяти уже давно не было чемпионата именно пермского края по автоспорту вот в этом году как вот до прошлого года практически не было в прошлом году мы сделали только кубок был несколько кубков в этом году полноценный чемпионат по ралли чемпионат пермского края по кроссу был полноценно у нас есть трассу стрепунятов и есть трасса в том же чайковском самом городе часовом есть трассе кроссовая да то есть по кроссу именно дисциплина автомобильный кросс что у нас еще по внедорожным Автомногоборью, причем даже разряды были присвоены, и звания были присвоены. То есть формат чемпионата Пермского края в автомобильном спорте на следующий год запланирован в пяти дисциплинах, а в этом году, по-моему, в трех был. То есть уже по большому счету просто неинтересно ездить на улице? Да, конечно. Есть цель, все же хотят иметь какой-то титул и обладать губками. Да, и не просто же так. На самом деле можно там быстро цифрами прооперировать. Если мы говорим про Ермак 2008 года, он собрал 43 экипажа со всей страны, подчеркиваю, со всей страны. 43 экипажа. Например, 2009 год, пускай это соревнование не было в каком-то официальном статусе, проводил Subaru Club на льду Мулянки. Там было 70 машин. Только из Перми. И на самом деле массовость вот здесь, в неком чемпионате Пермского края. А Ермак это вершина айсберга. Совершенно необязательно там участвовать. Очень важно, чтобы это было в крае, чтобы вся страна туда в итоге приезжала ездить. Надо заметить, что из Перми будут каркасные машины. Вот я сейчас вспоминаю, я трех участников из Перми уже вспомнила, даже четырех. То есть четыре экипажа из Пермского края будут на Ермаке. Это кроме вас? Да, ну да. То есть еще три. Вот. Я думаю, что, ну, может быть, я кого-то еще забыла. Но я думаю, что там в 2007 году мы не могли предположить, что будет четыре экипажа. Ну, там были. Нет, были. Просто другое поколение было. Вот это был перерыв. То, что на территории края не проходили таких значимых соревнований. Я бы хотел немножко другое. То есть вот мы говорим ралли-ралли. Вот у нас есть хорошая, была в советское время хорошая традиция ипподромных гонок. Я не знаю, кто-то помнит, не помнит, да. И вот там следующий, то есть планы у нас на следующий год, как раз за неделю после Ермака у нас будет этап Кубка России на нашем ипподроме трековых ипподромных гонок. Это очень, это зрелищное. То есть вот если мы говорим о том, что как самому поучаствовать, но ипподром, ну и ралли-ермак, там вот парная гонка, это шоу, это зрелище. Да, профессионал. Да, да, да. То есть это... Нет, это не зрелище для зрителей. Нет, для зрителей, для... А, и участвуют, да. Да, участвуют профессионалы. И это еще в чем, как бы, ралли, может быть, не совсем для зрителя, который... Надо бы я бы сказал, совсем не для зрителя. Совсем не для зрителя, да. Там спецучастки, да, там, конечно, далеко. Да, вот парная гонка, это как раз именно зрительский спецучасток, где зритель может увидеть там, да. А ипподромная гонка, это контактная гонка, да, это контакт, это борьба, это развороты, это краши. Это вот, что называется такая, как бы, интересная... Это есть массовое, что смотрят. Да, то, что я очень люблю. Я даже была, по-моему, в 2006 году. Нет, в 2004 году был самый последний у нас ипподромные гонки. Потом мы помним, что у нас с ипподромом было. Ну, вот сейчас вроде есть договоренность и есть, опять же, гонка. Это договоренность июня месяца 2012 года. И вот мы в календаре в январе видим уже нашу гонку. И я считаю, что это будет... Ну, да, это бог, чтобы с ипподромом ничего не случилось. Ну, я думаю, за месяц... Думаю, зимой с ним вряд ли что-то случится. Вообще, ледовые гонки, кто помнит... Как с ипподром начнут строить, они вообще не будут. А до весны пройдет? Пройдет этап. Этап пройдет. Этап пройдет. А про июнь? Нет, в июне этого года было принято решение о том... То есть мы получили согласование. Ну, да-да, тогда успеем. Так мало того, что успеем, еще ипподромы присвоят статус определенный, который не позволит там ничего строить. Ничего. Вот, поэтому, там, автоспорт такой, как бы, достаточно такой. И с точки зрения шоу мы все смотрим в телевизор, и вообще мировое, как бы, да, у нас развитие автомобильного спорта, оно именно так и подразумевает. То есть есть шоу из телевизора, грубо говоря, да, а есть желание каждого, там, человека, у которого есть автомобиль, где-то там почувствовать весь его потенциал этого автомобиля. И автомобильный спорт мировой, и у нас также тенденция есть, что вот там люди, чем больше, как бы, выше автомобилизация населения, граждан, тем, как бы, развитие автомобильного спорта. Ну, это, наверное, еще и нежелание людей все-таки стоять в пробках. Все равно ведь где-то хочется оторваться, наконец-то. Причем, да, вот, ну, все всегда говорят, да. В общем, где под капотом столько лошадей, да, и 100 метров к светофору. Да, да, да. Если ты ездишь, ККК. ККК? ККК. Заговорили о пермских участниках в ралли Ермак. Кто-то вам может составить достойную конкуренцию? И вообще, вам есть конкуренция на домашнем этапе? Ну, во-первых, надо отметить, что есть понятие лист приоритета, и пилот, занесенный в этот лист, не набирает очков. Поэтому в данном случае мы не составляем конкуренции тем, кто бурится за кубок в этом году. То есть мы едем, мы можем занять определенное место, нас даже наградят, но очки мы не набираем. То есть ехали мы, не ехали, это только возможность сравнить времена. И все. А людям мы не помешаем. Поэтому скорее это гонка первая зимняя, вкатиться, вспомнить, прокатиться в удовольствие, порадоваться, наконец-то, Ермаку. Но без каких-либо задач. А вообще участие в кубке дальнейшее рассматриваете для себя? Или вы едете только Ермак и концентрируетесь на чемпионате? В этом нет никакого смысла. Мы не можем... Во-первых, от приоритета мы не отказались. И поэтому очки в кубке мы просто не набираем. И ехать в нем никакого смысла нет. Ну и... Это некорректно, скажем так, ехать второй раз в кубке. Есть серии выше чемпионата. То есть задачи будут уже чемпионатные. А если говорить про Ермак, от пьянских автогонщиков я никакого давления не ощущаю. Просто потому, что в другом классе еду. Сейчас нет в Перми техники такой, которая бы могла мне конкуренцию составить. Ну, просто физически, понимаете. У меня полноприводная, очень мощная машина. А остальные участники едут на моноприводных машинах. Поэтому нет никакого давления не ощущаю. И действительно, участие ради удовольствия. Ермак для меня очень важен. Как правило, победы и достигаются. Нет, на ней невозможно ездить. На этой машине ездить невозможно по городу. На призывании, наверное, можно. Это возможно все, конечно. С большим удовольствием за рулем автобусом ездить, чем на спортивной машине передвигаться по городу. Да, очень неудобно садиться. Выходить из-за каркаса. Очень жесткое сцепление. Да и дорого. Бензин дорогоете. Да нет, можно и на дешевом бензине. А на каком бензине? 102-м. У нас на 102-м. Ну, это бензин, который в ботихо. Я тоже на заправках всего такого не видела. Причем это не просто октановое число. Это бензин обогащен кислородом, чтобы, допустим, с двухлитрового мотора получить мощность до 400 сил. При том, что регламентом все очень ограничено. Тот же рестриктор перед турбиной стоит, который количество воздуха ограничивает. Поэтому бензин дорогой, его просто так не купить. Он в бочку привозится. 102-м. Это разрешенный домик. Да, это тоже говорено регламентом. Пожалуй, Деркрейсинг едет на 109-м бензине, а где кислорода еще больше. Не дай бог такой бензин пролить на руку. Где его? Нет, ну, есть поставщики. Вообще этот мир и рынок очень узкий. Все друг друга знают. Есть компании, которые возят топливо, шины. И спортсмена продают. То есть вы не отовариваетесь на обычных заправках? Нет. А автошины покупаете? Нет, хотя такой период был, когда мы с Леной ехали в 10-м году в клуб. Ну, клубное ралли. На 98-м бензине ездили. Ну, это же не на каждой заправке. Ну, да. Ну, и сейчас в ралли монопривод едет, например, на 100-м бензине. Или на 98-м, потому что разницы колоссальной нет. Вот я смотрю, это настолько дорогой вид спорта. Сколько обходится гонка в среднем по финансам? Бензин, бензин, техобслуживание. Да. Вот вы поедете для своего удовольствия. Вы даже не за очками поедете. Сколько денег вы за это потратите за удовольствие? Можно прежде, чем сейчас Гриша озвучит цифры, я скажу о том, что на самом деле для каждого затраты на гонку, они могут быть очень разными. Если мы говорим на начинающих спортсменах, на достаточно простых машинах на том же 98-м бензине с обслуживанием друга и еще одного друга, то есть без команды какой-то такой хорошей, то это одни затраты. Затем, допустим, есть следующая ступень, когда человек присаживается на монопривод или полный привод, но это уже иномарка, и это уже команда, пускай это будет не команда из Москвы или Петербурга или вообще заграничная команда, это команда Петербурга или даже может быть Пермь, но уже команда, то есть там есть инженер, там есть какой-то настройщик, это уже другие затраты. И есть как бы уровень, когда люди едут уже действительно с какой-то командой, где на один экипаж работают там от 4 до 6 до 8 механиков, это совершенно уже третий уровень затрат. Поэтому вот эта цифра затраты на гонку, она не абсолютная, а каждый спортсмен выбирает ее для себя, исходя из своих возможностей и желания куда-то ехать. Потому что есть люди, которые стали чемпионами в своем классе, в самом простом, это класс Р1 на восьмерке, на ВАЗовской, и их затраты совершенно другие. Не отличается на порядок, но я готов цифрами поделиться на самом деле. Это пугается? Да нет, пугать никого я не собираюсь, если мы говорим про Ермак, вот он состоится 18-19 января, а через неделю будет чемпионатная гонка в Карелии, в Лондон-Похе. То есть вы сразу туда? Я сразу туда, значит, если в Ермак я еду на машине, которая у меня в Перми, а в Лондон-Похе привезут из Прибалтики машину. Ну, команда, которой я нужен, которая меня будет обслуживать. Так вот, гонка в Лондон-Похе, в принципе, стоимость этой гонки просто на порядок будет больше. Я подчеркну, не в разы, а на порядок, на ноль больше, чем гонка, которая в Ермаке, ну, в Ермаке, скажем так, полностью за свой счет поеду. Пускай у меня не новые колеса будут, пускай машина попроще. Поэтому уровень затрат, вот Лена правильно сказала, каждый для себя определяет, что ему важно. В прошлом году мы смогли стать чемпионами в классе Р-3 и выиграть кубок в Абсолюте. Так вот, вроде кубок более простая, скажем так, серия, но затраты на кубковые гонки у нас были выше, чем чемпионатные. Чемпионат был, ну, скажем так, по какому-то остаточному принципу. Но эти все затраты, вот вы как спортсмены все, скажите, вот, когда вам выручают кубок или медали, чемпионаты, даже в классе, вот они оправданы? Грамотные. Да, ведь на самом деле, помимо затрат, еще очень, да еще больше усилий тратится на подготовку себя машины, на организацию, в конце концов, какую-то адекватную команду найти и с ней сотрудничать. Поэтому, да, на спортсменов в России очень большая нагрузка ложится, помимо того, чтобы найти, заработать деньги, ну, решить финансовую проблему, еще надо их правильно потратить. Это реально огромная проблема, чтобы вокруг тебя была команда, которой нужен тот же результат, что и тебе. И любой, кто стал чемпионом или, там, пускай, обладателем кубка, во вторую очередь будет говорить про деньги, в первую очередь про какую-то психологическую, что ли, составляющую. Ну, вот так про все. Но вы, насколько я понимаю, в этом году в чемпионате и в кубке таки столкнулись, наверное, с командами, уже с командами, да, с большими бюджетами. У нас в этом году бюджет был, если говорить про тройку, да, но он из этой тройки был, наверное, меньше. За счет чего? Выигрываете? Да, давайте назовем это везением, пусть так, на самом деле за счет мастерства и к тому, что мы очень этого хотели и к этому шли. И у нас руководитель обслуживающей команды, скажем так, три года пытались выиграть с разными спортсменами кубок, но три на наших глазах, вот так скажем. Да, мы в 2010 году так или иначе воочию все наблюдаем, и этого человека наблюдали. И в 2010 году, например, если даже подумать не мог, что буду обслуживаться в этой команде, которая в итоге из Москвы сейчас уехала в Ригу, и мы вслед за ней как бы основную машину туда же в Ригу отправляем. То есть финал Кубка и чемпионата был очень сложный в техническом плане, и они без согласования с нами, без требования дополнительных каких-то затрат привезли с собой инженера, привезли очень грамотного человека, привезли с собой человека, который собирал мотор, который по сути потом за несколько дней, ночей, правильно сказать, суток даже, в каком-то сервисе, который они же нашли в Краснодаре, просто нам собрали новый мотор, который не смогут, то есть без них мы просто не смогли доехать, и им это было нужно не меньше, чем нам. Может быть еще, вернее не может быть, а точно это была очень важной составляющей, потому что очень часто бывает, что спортсмен платит, и все, команда делает свою работу, делает, они же болели душой не меньше нас, просто там скрести в пальце везде, где только можно, и когда самое главное, когда мы поняли, что мы выиграли Кубок, это было отправить смс им, не кому-то другим, а им, потому что они в сервисе об этом еще не знали, то есть нам стоило подъехать, они уже там встречали, и на руках-то качали как раз не Гришу и меня, а именно руководителя команды, который вот вложил в это достаточно много своих сил. А это еще больше остается за кадром, поэтому вообще ралли-то как, с точки зрения получения каких-то политических, моральных дивидендов, не та дисциплина, лучше ездить и по дрону. Тогда всем вам искренне желаю, чтобы вот у каждого набралась такая команда единомышленников, у одних, у руководителей федерации, это были команды единомышленников, по возрождению и развитию автомобильного спорта вообще в Пермском крае, будь то авторалли, подробные гонки, картинг, в общем, все виды автоспорта. А вам, конечно, желаю команду, которая бы с вами так же шагала, нога в ногу, поддерживала, вкладывала деньги, ну а вы приносите результат. И напоминаю, что ралли «Ермак» пройдет в Чусовом 18 и 19 января. Да, 2013. 2013 года, да, все успеют проснуться. Всем спасибо за внимание и всего доброго. Спасибо. Влад, спасибо.